приветствую ну что ж посмотрим на корпусы ну тут целая да как бы целый ассортимент вот тройка ножей и давайте просто поговорим в двух словах про эту модель я скажу свое отношение скажу ну какие есть нюансы и в общем вы познакомитесь с ней еще раз и так наверное самое правильное начать с вот этой версии потому что здесь обычный клинок соответственно на видео будет лучше видно все что показываю и так для начала этот нож один из топовых на мой взгляд в плане решения вот этого места потому что благодаря тому как здесь все сделано этот нож реально очень адекватно точится вообще без проблем на точится и даже с собственными силами да как бы если у вас есть такая байда как бы какая-нибудь типа лански там не лански там китайская точилка то есть у вас не будет больших каких-то заморочек вот так вот зажали вот так вот протачивали все это давай вот это раз два у него равномерное сведение почти прямая режущая кромка ну относительно прямая до без выраженного брюшка поэтому этот нож реально удобен в каких-то бытовых вопросах следующее бог лирка 110 это толковая сталь особенно в руках у максейса толковые стали вообще раскрываются в третьих очень удачная клипса кстати здесь очень интересно сделано внутри видно что винтик желтенький латунный такой вот отблеск а снаружи он синенький как вся остальная фурнитура фунитура прям глубоко синего насыщенно синего цвета это прям очень клево смотрится мне прям нравится правда видео сейчас врет что она фиолетовая нет если у вас на мониторе сейчас фиолетовая она в жизни синего цвета синего не фиолетового камеры кстати очень часто путают и фотокамеры и видеокамеры путают часто эти цвета вот ну и мне очень нравится как аккуратно сделан вырезан буквально клинок симметрично все просто супер сняты фаски широко при том что нож недорогой он идеально сделан точно также и обработка лайнера абсолютно с фасками со всеми делами все очень аккуратно все очень выверено вот просто супер и вот этот нож в итоге да как бы на мой взгляд лично может быть до является таким стандартом идеального качества в бюджетном сегменте то есть ну относительно бюджетном сегменте теперь версии вот эта рукоять сейчас по цвету да довольно точно передается то есть это действительно такой военный зеленый синяя фурнитура сюда в принципе как ни странно визуально в контраст подходит вот клинок такой достаточно на военизированный скажем так и на самом деле смотрится очень эффектно мне понравилось интересным моментом является то что флиппер не так виден когда он черный и дизайн ножа чуть-чуть визуально меняется и это интересно на мой взгляд вот g10 но относительно цепки я бы не назвал его супер цепким на этой версии причем он более цепкий вот этот вот разноцветный он чуть менее цвет но цепкий но в принципе все достаточно удовлетворительно потому что форма рукояти как бы она не подразумевает какие-либо проскальзывания вообще никак вот здесь тоже все с механикой очень и очень толково круто что по центру все щелкает замечательно вот ну и черная версия считаю что самая трушная версия это наверное вот это она реально хардкорная на ней очень хорошо видны переходы g10 вот сюда синяя фурнитура для веселья вообще хорошо подходит вот клипса везде на всех трех ножах я ее специально пощупал везде одинакового усилия очень хорошего замком здесь тоже все в порядке хорошо что не стали городить покрытие вот этого лайнера потому что его особо не видно при этом этом вызвало бы проблемы реально по механике а так проблем с механикой никаких нет и здесь и все замечательно играет стреляет просто супер ну и этот клинок тоже такой же абсолютно вот и мне понравилось то что у макс это нормальная ситуация что достаточно остренько завода заточена и главное не накосячены подводы то есть китайцы в принципе уже редко это делают сейчас больше именитые производители этой херней страдают когда косячат подводы прямо с завода так что охота перетачивать нож сразу и кстати в мастерской такие заказы регулярно приходят когда нож перетачивается вот прям сразу я могу понять этих людей и да да это вполне вполне но и вернемся один раз еще последний к этой версии хочу просто показать близко насколько все аккуратно сделано обработано просто потому что мне это нож больше других нравится мне нравится такой natural g10 вот очень аккуратный спейсер классно просвечивает все вот так вот винты вот так вот аж как подсвечивается то есть если вот так особенно пальцем закрыть вот смотрите как клево это не святая накопительная штука но она если где-то хоть какой-то свет есть она его ловит вот на самом деле очень и очень симпатяшный такой прям красавчик вот ну и я бы даже сказал что если вы ищите нож с толковый но не d2 и не 9 chrome 18 стали с хорошим качеством то вот к 110 хорошая термичка хорошая слесарка толковая рукоять отличная механика хороший производитель отличный выбор а вы как думаете пишите в комментариях давайте посоветуемся если кому-то это понравилось в принципе если в принципе человек ищет нож да как бы может быть первый нож у него деньги которые он готов потратить да как бы ну то есть достаточный на бюджет этого ножа на стоимость этого ножа то в принципе это один из топовых вариантов вот прям топ-3 и кстати напишите нужно ли сделать такое видео из серии там лучший нож или самые лучшие ножи в диапазоне там до 3000 там от 3 до там 8000 или там даже там от 3 до 5 от 5 до 10 от 10 до 20 и так далее если на ставим нужное количество лайков на комментарии на сами комментарии на видео я сделаю такое видео жду